привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш сегодняшний разговор пойдет о магнитном поле земли хотя о существовании магнитов люди знали еще в древности а тем не менее изобретение магнитного компаса является делом более поздним и приписывается китайцам которые изобрели его в 11 веке нашей эры а европейцы повторили это открытие в двенадцатом веке и первый компас был устроен очень просто это была намагничена иголка я вот тоже здесь вставил иголку в кусок пеноплекса под магнитил ее а теперь я кладу этот плотик на воду и он разворачивается одним концом иголки на север другим на юг компас потом усовершенствовался и стрелка стала укрепляться на вертикальные иголочки вращаться вокруг этой оси а вот этот спортивный компас у меня в руки устроен по сути дела также но стрелка здесь пластиковая к ней прикреплен маленький кусочек металла намагниченного снизу и сама стрелка движется в жидкостной колбе чтобы ее установление происходило по возможности быстрее этот компас предназначен для спортивного ориентирования применение компаса в навигации это прекрасно но физика земного магнетизма конечно начинается с вопроса а почему стрелка компаса указывает на север и ответ на этот вопрос первым дал английский врач и физик уильям гилберт в 1600 году издав книгу о магните магнитных телах и большом магните земле но в котором как следует из ее названия утверждалось что земля сама является большим магнитом ну а магниты притягиваются друг другу полюсами и стрелка компаса указывает на земной магнитный полюс а систематическое изучение земного магнетизма первым со своими сотрудниками начал знаменитый немецкий математик и физик карл фридрих гаусс построивший в тридцатые годы первую геомагнитную обсерваторию в геттингене и проведший в ней ряд очень важных наблюдений а теперь я веду важное терминологическое развлечение которому следует привыкнуть прежде всего магнитный полюс земли который находится там на севере за полярным кругом близ географического северного полюса его в географическом смысле так и называют северный магнитный полюс земли с другой стороны тот конец стрелки который показывает на север его называют северным полюсом этой стрелки этого магнита но магниты как известно притягиваются друг другу разноименными полюсами и значит северный конец стрелки притягиваются физическом смысле к южному магнитному полюсу земного магнита то есть северный магнитный полюс земли является физическом смысле южным и этот северный магнитный полюс по определению есть такое место на земной поверхности где силовые линии земного магнитного поля перпендикулярны к этой поверхности то есть горизонтальная компонента магнитного поля равна нулю в окрестности северного магнитного полюса компас ничего не показывает пользоваться им бесполезно и между прочим северный магнитный полюс не стоит на месте но движется посмотрите какой путь он прошел с 1830 года когда как я понимаю его местоположение было определено впервые до 2017 когда он уже оказался в окрестности северного географического полюса земли и между прочим здесь на карте есть еще одна точка северный геомагнитный полюс который отличается от северного магнитного полюса и это такая точка где поверхность земли пересекает ось магнитного диполя представляющего собой основную компоненту разложения магнитного поля земли по мульти полям а теперь нам пора перейти к экспериментальным измерениям магнитного поля земли сперва я намеревался обойтись измерениями с помощью датчика холла но тот датчик который у меня имеется оказался недостаточно точным и поэтому я построил вот такую установку которую возможно видели и у других авторов на ю тубе например у игоря белецкого основу этой установки составляет прямоугольная рамка на которую намотана 150 витков медного провода эта рамка будет вращаться на оси с помощью электромотора и тогда магнитном поле земли в ней будет наводиться дес индукции величина этой дес будет сниматься с помощью коллектора мы узнаем как она зависит от времени а а с помощью фото ворот мы будем измерять точную частоту вращения рамки и по этим данным мы будем рассчитывать величину магнитного поля земли и пусть наша рамка вращается вокруг своей оси с частотой f но во внутренних расчетах удобно будет пользоваться угловой частотой омега которая есть 2 пи f я разложу магнитное поле b на две компоненты б продольную направленную вдоль оси рамки и б поперечную направленную поперек этой оси поток продольной компоненты через рамку он просто равен нулю а значит мы будем измерять в этом опыте поперечную компоненту дес индукции наводимая в рамке есть скорость изменения потока магнитного поля через эту рамку ну поток магнитного поля есть значит число витков умножить на площадь одного витка умножить на величину поперечного магнитного поля и здесь косинус омега т стоит рамка вращается когда мы дифференцируем у нас омега выносится значит перед косинусом да ну я сразу вместо нее напишу 2 пи f умножить на с на б поперечная синус омега т ну и дальше хотя формула записана в системе си но магнитное поле удобно все-таки измерять не в теслах а в гауссах магнитное поле земли ну и когда я все это подставлю выражу б поперечные через амплитудные значения я получу такую формулу здесь уже учтены площадь рамки и число витков у меня получится для моей рамки 0,54 умножить на амплитудную эдс и в милливольтах и поделить на частоту вращения рамки в герцах этой формулой мы и будем дальше пользоваться а дальше я выставляю ось установки по стрелке компаса чтобы измерять только вертикальную компоненту магнитного поля запускаю мотор и да и даю рамки разогнаться и в результате мы получаем вот такой график зависимости эдс индукции от времени амплитудное значение d составляет 20 милливольт рамка сейчас вращается с частотой 18,4 оборота в секунду и по нашей формуле получается что вертикальная компонента магнитного поля земли в данном месте составляет 0,59 гаусса а теперь я таким же образом измерю горизонтальную компоненту магнитного поля и для этого выставлю ось рамки вертикально амплитудная d составляет сейчас 7 милливольт рамка вращается с частотой 21,4 оборота в секунду и по нашей формуле получается что горизонтальная компонента магнитного поля в этом месте составляет 0,17 гаусса а теперь посмотрим на данные для новосибирска приведенные на сайте британская геологической службы здесь данные приведены в нано теслах если перевести в гауссы то получится для горизонтальной компоненты магнитного поля 0,16 гаусса для вертикальной 0,58 и видно что наша установка дала весьма и весьма точный результат а теперь нам нужно поговорить о том как возникает магнитное поле земли гилберт мог считать что внутри земли находится постоянный магнит но мы знаем что магнитные полюса движутся по поверхности земли магнитное поле меняется а по данным геологов раз примерно 800 тысяч лет происходит глобальное изменение магнитных полюсов северный становится южным а южный северным ну дальше точка кюри для железа составляет 780 градусов цельсия для магнитета и того меньше 580 градусов а известно что недра земли очень горячие следовательно там внутри земли никаких постоянных магнитов быть не может и еще но астрономы знают что магнитным полем кроме земли обладают некоторые другие планеты солнечной системы и магнитным полем довольно сильным обладает солнце солнце вообще представляет собой шар высокотемпературная ионизованная плазма в основе которой такие два элемента как водород и гелий и каким образом возникает магнитное поле солнца кажется что и для солнца и для планет механизм мог бы быть одним и тем же и поскольку постоянных магнитов внутри земли и других небесных тел находиться не может это означает что магнитные поля должны создаваться здесь электрическими токами причем эти токи не должны затухать в течение миллиардов лет ну и для объяснения того откуда берутся эти токи был предложен весьма и весьма сложный механизм магнитного динамо в котором задействованы как конвективные потоки связанные с наличием в земле жидкого внешнего ядра и разности температур между внутренним ядром и мантией и также задействовано вращение земли и создаваемое этим вращением силы кориолиса но все это весьма и весьма сложно чтобы сейчас здесь рассказывать на пальцах вы можете попробовать почитать какие-нибудь статьи если найдете и что-нибудь в них понять а я сейчас перехожу к нашему заключительному вопросу и этот вопрос будет звучать так я пометил у магнита одну сторону красным цветом а другую синим и теперь смотрите когда я кладу магнит синей стороной на ладонь я могу его подбросить и поймать в том же положении ну фактически он сохраняет положение в полете но если я положу на ладонь красной стороной и подброшу он начинает вращаться не не удается подбросить так чтобы он вот так же как синей стороной плоско слетал вверх и вниз и спрашивается почему так получается ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе